Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас торговая сессия пятница. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря долгожданное выступление Паула на симпозиуме в Jackson Hole в 14.00 по GMT. Очень много было сказано уже об этом событии, поэтому теперь осталось только лишь дождаться непосредственно речи Паула и в идеале бы получить четкие установки того, что ФРС снизит процветную ставку в сентябре и не остановится на этом в ноябре и в декабре. То есть потенциально до конца этого года на каждом из трех предстоящих заседаний ставку могут скорректировать нам 25 байсных пунктов. Есть еще один вопрос на повестке, это будет ли все-таки снижение на 50 байсных пунктов хотя бы один раз в этом году. И ответ на этот вопрос, он, в принципе, тоже на поверхности. Если мы увидим, например, по итогам августа в числе об отчет по Non-Farm Pearls, то, соответственно, можно будет с максимальной долей вероятности сказать то, что шансы на более агрессивное смягчение экономической политики значительно возрастут, и ФРС может отвлажиться на этот шаг, корректировки ставки сразу на 50 байсных пунктов. Также сегодня, помимо выступления Павла, в 19.00 по GMT состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Белли. Мы за британской валютой тоже следим. Раньше очень неплохо заработали на состоявшемся росте до отметки 1.30, это максимум за год, но я почти уверен, что это еще не предел для восходящей динамики, и мы в целом видим то, что фунт цепляется уже за уровень 1.31, и если Белли сегодня будет логичен с точки зрения комментирования последних фундаментальных отчетов, то мы получим сигнал того, что Банк Англии максимум может снизить процентную ставку еще один раз в этом году, поэтому это точно может оказать поддержку британской валюты. Теперь по порядку индекс доллара 101.24. Прежде чем снова сделать акцент на важнейшее фундаментальное событие недели, а может быть даже не только неделя выступления Павла на экономическом форуме в Джексон Холле, хочу обратить ваше внимание на очень важные статистические нюансы. В частности, вчера, если вы следите за фундаментальным фоном, были опубликованы показатели с учетом пересмотра общего количества новых рабочих мест, созданных в месяц хозяйственном секторе США в первом квартале этого года, то есть за январь, февраль и март. И фактические цифры, то есть масштаб пересмотра, занижение показателя оказался самым значительным за последние 15 лет, потому что те цифры, которые мы получали в январе, феврале и в марте, они были приукрашены на самом деле. За этот период времени американская экономика создала по факту на 880 тысяч новых рабочих мест, меньше, только вдумайтесь, масштаб этой цифры, это почти на 30% меньше, чем нам рисовали статистики. И некоторое время назад мы делали выводы о том, что американскому регулятору необходимо начать смягчать экономическую политику, в том числе из-за слабости рынка труда. Поэтому вчерашний пересмотр показателей – это явное наказательство того, что американский рынок труда очень сильно стагнирует. И если мы, например, по итогам августа, в первых числах сентября, когда мы будем анализировать данные по августовскому non-farm perils, увидим продолжение вот этой нисходящей тенденции, продолжение охлаждения сектора, то на рынок очень быстро вернутся спекуляции на тему того, что американскому регулятору можно поднять, точнее, снизить процентную ставку еще на 50 байсных фонтов на одном из заседаний, может быть, в ноябре либо в декабре. Поэтому с какой мы стороны бы сейчас не подошли бы к анализу доллара, мы все равно найдем достаточно доводов, которые указывают на то, что американская валюта останется аутсайдером рынка. И это нужно просто фундаментально осознавать, друзья. По поводу макроэкономических отчетов, которые вышли вчера, индекс PMI активности производственного сектора, снижение показателей с 49,6 до 48. Но сферу слух немного вытянуло показатель, потому что здесь рост 55 до 55,2. Поэтому можно сказать, что статистика само нейтрализовалась, и мы по-прежнему фокусируемся на ожиданиях выступления Павла. Ему нужно будет прокомментировать и последний слабый отчет по non-farm perils, который вышел через три дня после последнего заседания американского регулятора. И, разумеется, июльские данные по индексу потребительских цен, где было очевидное доказательство того, что дезинфляционный тренд в американской экономике сохраняется. И я вижу только один сценарий комментариев Павла о том, что пришло время для снижения процентной ставки, и в сентябре оно последует. Как отреагирует доллар? Надеюсь, то, что еще не все в плане ближайших изменений монетарной политики учтено в цене, и американская валюта может перейти к снижению. Золото 2492 доллара за тройс-консул. После тестирования исторических максимумов, последовав откат, я допускал то, что такое возможно. Сейчас сантимент 50 на 50. Если вы без позиции думаете открывать, либо нет, то сегодня, конечно же, этого не стоит делать, учитывая то, что рынок будет волатильным. К оценке более краткосрочных перспектив золота уже я предлагаю вернуться на следующей неделе. Может быть, что-то интересное будет и по сантименту. Европейская валюта против доллара 1.11.23. Как раз вот если делать акцент на сантимент по паре евро-доллар, то здесь однозначная картина того, что евро будет дальше расти. 25% трейдеров, то есть подавляющее большинство, меньшинство находится в длинных позициях. Толпа как раз евро шортит. И рынок, разумеется, идет против толпы. Вчерашний блок макроэкономических отчетов. Не думаю, что сейчас прям важно делать акцент на каждый релиз, на каждый сектор немецкой экономики, европейской, потому что мы ранее уже сделали вывод о том, что сейчас статистика не имеет какого-то особого влияния, когда такие движения показывает доллар. Европейская валюта с реверсом, по сути, копирует эти движения. Но важный поинт на этой неделе мы уже уловили. Он связан с тем, что инфляция в еврозоне демонстрирует признаки роста, и это может отразиться на будущих решениях Европейского центрального банка. В этом фундаменте тоже ищу поддержку для главного валютного риска. Британская валюта против доллара 1.31 текущей котировки. Здесь прям по статистике нужно сделать акцент, потому что очень много доказательств роста деловой экономической активности. Производственный сектор тоже остается в зоне роста. Восстановление с 52,1 в прошлом месяце до 52,5 по сфере услуг еще более выдающиеся результаты. Рост с 52,5 до 53,3. Рост деловой экономической активности – это предпосылка для усиления инфляции. И это как раз может прокомментировать Бейли сегодня в 19.00 по GMT, потому что такого рода комментарии будут расценены как истребиные заявления, которые указывают на то, что укажут. Я надеюсь на то, что Банк Англии не станет рассматривать возможность для даже двух снижений процентной ставки, в этом году максимум одно. На этом фоне фонд может развить восходящую динамику. Доллар иена 145,70. Мы очень ждали данные по инфляции, потому что были предпосылки увидеть более высокие значения. Действительно, по факту базовый индекс потребительских цен в Японии вырос с 2,6 до 2,7%. Основной показатель остался на уровне 2,8%. Рост инфляции – это то, что создает или позволяет Банку Японии продолжить ужесточение национальной монетарной политики. 57% экспертов, опрошенных рейтерс, поддерживают идею того, что Банку Японии необходимо хотя бы один раз поднять процентную ставку до конца этого года. С этой идеей будем работать и дальше, и ожидать, соответственно, развития нисходящей динамики по паре доллара иена. Американский фондовый рынок S&P 500 – 5610 пунктов. Хочу сделать акцент на очень интересный прогноз от аналитиков UBS, которые предлагают смело покупать S&P с целью 5900 до конца этого года и 6200 в первом полугодии следующего года. И главный аргумент исходится к тому, что ФРС начнет снижать процентную ставку в сентябре и снизить ставку в ноябре. В декабре продолжат делать это на протяжении каждого заседания в первом полугодии следующего года. И очень интересное историческое наблюдение, что когда ФРС начинал снижать ключевую процентную ставку в тот момент, когда экономика не находилась в рецессии, это текущие условия, то в течение года американский фондовый рынок и индекс S&P после снижения ставки вырастал примерно на 17-20%. Вот как раз эти ориентиры, эти процентные цели и отражают те конкретные уровни, которые были названы аналитиками UBS. Я полностью разделяю эту точку зрения, поэтому рекомендую вам присмотреться к покупкам неважной S&P, NASDAQ, Dow Jones, какого-нибудь из этих индексов широкого рынка и смело ждать отработки идеи в долгосрочной перспективе. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока! Продолжение следует...